Так, у меня просто умерла карточка, то есть я купила какую-то новую карточку, она казалась маленькая почему-то, и посредине, только я взяла в руки мемуар, сразу у меня всё отрубилось. Пока я перегружала, пока что, прошло несколько часов за окнами ночью, но я уж когда начинаю что-то делать, я уже делаю до упора, пока не доделаю. Короче, разговор у нас с вами шёл про мемуар, и я уже, по-моему, и показывала его там, и рассказывала о нём в каком-то другом видео, так что не буду на этом заострять внимание, но как-то это очень хорошо отражает, наверное, как принято говорить, мою индивидуальность. Вот. Я вам что ещё показывала? Я вам вообще уже, да, ездила я в Москву, и встречалась я с моей виртуальной подругой по всяким письменным блогам, по ЖЖ, Маша Королёва, она Маша Царёва, Марьяна Романова, в общем, романистка, которая подарила мне две книги и духи. То есть мы с ней поменялись духами, я не помню, что ей хотела просто подарить, потому что я люблю это делать, а она тут же почему-то вынула из сумочки свои духи, и я обязательно хотела, чтобы я их взяла. К сожалению, я не могу найти, где они продаются, поскольку Маша у нас там и волшебством каким-то занимается, и магией, там вообще мистикой, вообще сказочное совершенно существо такое, если уж колдунья, то очень-очень красивое. По-моему, она даже была манекенщицей раньше. Вот, и вот такие духи у меня, к сожалению, вот я не знаю, где их берут, ничего о них не знаю. Можете мне о них написать, буду вам очень признательна. Это Нимфея и называется Ильпруфуму. По-моему, Ильпруфуму это марка, а Нимфея, по-моему, это, собственно, сами духи. Ну, тут совсем немножечко, они мне безумно нравятся. Машенька, спасибо тебе огромное. Ну, наведите меня, пожалуйста, где же я могу ее достать, потому что просто ужас какой-то. Вот, кроме того, как-то я однажды в магазине покупала эфирные масла. Сейчас я вам большой-большой секрет открою. Видите, такой пузыречек, ну, совершенно, вот, без наклейки уже она оторвана, к сожалению, я не подумала. И вот внутри масло. Это магазин эфирных масел. И мне продали, мне безумно понравилось. И когда я этим пользуюсь, мне всегда спрашивают, какие у вас духи, что это вообще божественное. Это всего-навсего эфирное масло розы и иланг-иланг. И вот это вот дает чудесные совершенно... Вот иногда простые вещи бывают самые... Простые вещи бывают самые эффективные. Вот, то есть, не обязательно нам даже... Я говорю, нюхайте. Потом еще тоже из подарков. Помните, я говорила о подарках и запыла упомянуть. Очень милая вещица. А, вот. Это я была на конкурсе Рокзантерон. Такой есть знаменитый конкурс фортепианный. И там, когда я была в комнате, там у меня стоял... Это называется не духи, это называется бом-де-реи. Рье – это подушка. Бом-де-реи – это такие духи, которые прыскаются на подушку, чтобы лучше спать. Из лаванды. Вот. Это именно какая-то марка, которая, значит, выпускает лаванду. Я пару раз прыскнула. Очень было это приятно. Ну, кроме лаванды, тут есть еще что-то. Но это приятнейший совершенно аромат. И когда я уезжала, я спросила, а где я это могу купить? На что мне сказали, так это же подарок. Это же всем участникам ставят. Всем гостям. Поэтому просто вы это заберите, потому что это ваше. Я с удовольствием это забрала. Иногда нужно просто пахнуть очень приятно, просто и без особых там сложностей. Поэтому, видите, у меня все есть разное. И какие-то вот эти голубые, голубой Париж, и големаровские какие-то вещи. Я, по-моему, вам показывала. Об этом был отдельный разговор. Я тогда покажу. Да, вот мы ездили големар, малинар и фрагонар не стали. Малинар меня очень разочаровал. Малинар, он знаменит тем, что они сделали хабаниту когда-то. Но хабаниту они изменили сейчас. Формула, она очень испортилась. И вообще как-то дом малинар на меня произвел угнетающее впечатление. Жуткое совершенно. Мало того, что очень мало, что они делают, но там еще какая-то гнетущая обстановка. И в големаре мне потом сказали, что, по-моему, их закрывают, они уже разоряются. Ужас какой-то. Там была экскурсовод, например, арабка. Во-вторых, эта арабка какая-то была невероятно простецкая. Она нам сказала, вы немцы? Мы говорим, нет. А вы шо? Вы это коа? Коа это что? Я говорю, ну, по-моему, хо-коа? Ки? Вообще мы кто? Мне что? Вообще как-то очень там... Я тут просто сбежала с середины экскурсии. Приехали в големар, там гораздо было приятнее. И вот големар, когда я о нем рассказала, мне написала милейшая девушка из Нью-Йорка о том, что она вышла на сайт, заказала, что они с мужем им очень понравились. Они заказали вообще все, что там было. И сейчас они разнюхивают. В общем, у них там какой-то совершенно телячий восторг по этому поводу. Я очень рада, что кому-то пригодилось. Но вот когда вы покупаете... Это такая коробка. И в этой коробке вот так вот стоят духи. Их, как видите, шесть штук. И стоит это удовольствие 50 евро. То есть это меньше 10 евро флакон. В общей сложности здесь 100 миллилитров. 100 миллилитров 50 евро. Это дешевле, чем туалетная вода где-то в Сифаре. А это парфюм именно. Это не оды парфюм. Это парфюм. И что интересно, что вы выбираете, что хотите. Вот я себе подобрала вот это. Принцип у них такой. Во-первых, вы видите, они экономят на этих самых флаконах. Они все как лампочки просто обычные. То есть просто на этом они экономят при производстве. И у них есть три цвета этикеток. Красное, оранжевое, зеленое. Как видите, у меня только красное и зеленое. Оранжевого у меня нет. Почему? Все, что зеленое, это лесные цветы. Вот у меня здесь есть гельсамино. По-моему, гельсамино из этих двоих. Там есть ландыш. Ярко выражены. В общем, такие весенние цветы лесные. То, что красная этикетка, как у меня, это всякие эзотические цветы. А то, что оранжевая этикетка, это цитрусовая. Но цитрусовые я как-то не улавливаю. Они с меня мгновенно улетучиваются. Мне их неинтересно. Поэтому вот я выбрала это. Что я выбрала? Я выбрала Сибелля. Бриндлиль. У них есть дикие названия совершенно. Гельсамино, Канайка, Акхошкер и Адемимо. Акхошкер – это цепляющее за сердце. Адемимо – это полуслово. Но, в общем, они не отличаются талантом выдумывания названий. И когда заходишь на сайт, там есть описание каждого духов. И, например, когда я была у них, то Галимар от Галимара мне понравились. Но они продавались только большая бутылка. А я не хотела сразу покупать за 50 евро бутылку. Зачем? Вот. И я с окном тут воюю. Вот. И когда я пришла на сайт, выяснила, что вот на сайте можно маленькую. Вот такой затест. Оно по сравнению с… Куда я делаю? Фрагонар. Значит, вот это вы заказываете у Галимара, тестера. Это вы заказываете у Фрагонара. Малимар не советую связываться. Они что-то там совсем уже с ума сошли. У них единственное, что они сделали хорошее за всю жизнь, это хабонита, которая действительно удачная. И они ее продавали десятилетиями и только меняли форму флакона. И вдруг они взяли и убили ее сейчас. Все знатоки, все, кто пользуются хабонитой, говорят, что хабониту не узнать. Все. Испортили. Ну и царствие небесное, раз они такие. Вот, возвращаюсь обратно. Так, ну я опять забыла засечь время. Ну сейчас попишу.